Здравствуйте, меня зовут Павел, и в этом видео мы поговорим о стратегии D7. Предназначена она для торговли на дневных графиках. По этой системе мы будем получать большое количество обходов, и она позволяет, в чем ее главная ценность, поймать крупные движения в самом их начале. И при этом профит, прибыль у нас в среднем будет намного больше, чем убыток. Система очень проста, принципы, лежащие в ее основе, будут понятны даже ребенку, и она никогда не устареет. Также здесь присутствуют элементы Price Action, поэтому весьма желательно, чтобы вы знали основы торговли по этой методике, по методике Price Action. Бесплатный видеокурс по торговле Price Action можно скачать на нашем сайте threadlagerpro.ru Итак, наша стратегия универсальна, то есть может применяться на любом инструменте, будь то валютные пары, либо металлы. Таймфрейм, как я уже сказал, это дневные графики. Ну и время торговли, естественно, раз в сутки, после закрытия дневной свечи. Насчет более низких таймфреймов, то, оговорюсь сразу, на них лезть не стоит, потому что кратегия теряет свою стабильность, так как на более низких таймфреймах больше шумов. Ну и что необходимо знать. Во-первых, нужно знать, что такое уровни поддержки сопротивления, как их строить, как их находить, как применять. Нужно знать, что такое пин-бары, и не помешает знать о модели поглощения. Информацию об этих аспектах можно найти по ссылкам, которые вы видите на своем экране, либо же через форму поиска на нашем сайте tradlakerpro.ru. Вводите название того, что вас интересует форму поиска, нажимаете Enter, и вам выводятся результаты. К примеру, ввели пин-бары, и выбилась соответствующая статья. Эти моменты необходимо знать для успешной торговли по стратегии D7. Начнем с правил хода. Они очень и очень простые. Устанавливаем на график две скользящих средних EMA экспоненциальных с периодом 5. Одну из средних применяем к high, то есть к наивысшим точкам свечей, а другую применяем к low, то есть к наивысшим точкам свечей. Входим в продажи, когда медвежья свеча закроются внутри канала из этих двух. Входящих средних. При этом открыться она должна вверху, за пределами канала. Ну и включение для пин-баров. Открытие может быть внутри канала, но при этом длинный хост выходит за пределы канала. Ну и наоборот поступаем при входе покупки. Только соответственно входим в рынок, когда вычая свеча закроется внутри канала, и при этом открыться она должна снизу, за пределами канала. Ну и для пин-баров исключения. Более наглядно все это видно на рисунке. Стрелочками отмечены потенциальные входы на покупки, зелеными стрелочками, а соответственно красными потенциальные входы на продажу. Но это еще не все. У нас будет ряд дополнительных условий. Сейчас просто вам нужно понять базовую модель входа. То есть вышла свеча за границей канала, и потом закрылась внутри канала, и мы соответственно можем входить. Было открытие свечи сверху канала, а закрылась она внутри канала, медвежья свеча, мы входим в продажу. Если же цена была за пределами канала, снизу, и свеча открылась за пределами канала снизу, а закрылась внутри канала, и это обычая свеча, то мы входим в покупки. Но перед тем, как войти, мы, естественно, осуществим еще проверку на определенные условия. Об этом мы сейчас поговорим. Что касается стоплоса, то он у нас очень небольшой, ставится чуть ниже, либо же чуть выше, в точке low, либо в точке high, сигнале свечи. Ну, если у нас вход на покупку, то ставим стоплос чуть ниже точки low, сигнале свечи, если у нас вход на продажу, то ставим стоплос чуть выше точки high, сигнале свечи. То есть самое, которое закрылось внутри канала, после закрытия которой мы, соответственно, входим в сделку. Выходим из рынка при возникновении условий для противоположной сделки. То есть вошли в покупки, появились условия для входа в продажи, закрываем покупки, открываем продажи. Все просто. Ну, а теперь о дополнительных условиях, на которые мы обращаем внимание при входе в сделку. Если сигнальная свеча имеет длинную тень в сторону сделки, или на обоих концах, то есть нечто похожее на тот же, мы не входим. Это обозначает, что у нас нет уверенности в движении, в сторону которого мы могли бы открыть сделку. Если сигнальная свеча касается обеих границ канала, то мы опять же не входим. Так как вполне возможно, что на рынке присутствует либо неуверенность, либо импульс уже был слишком силен, и сейчас последует коррекция. Но нам, соответственно, будет лучше войти позже на каком-то новом сигнале. Если на пути цены очень близко находится уровень поддержки сопротивления, либо круглый ценовой уровень, например, 1.30, 0.9, 1.50, 1.61 и так далее, не входим. Игроки за этими уровнями следят, и частенько на таких уровнях наблюдается болтанка. Может быть как отрок, так и пробой. То есть, если у нас появился сигнал, и у нас есть возможность войти, скажем, по 1.30, 0.90, и на пути цены стоит 1.31, то такой вход лучше пропустить, либо посмотреть, что будет. Будет ли пробой этого уровня, либо же пробоя не случится. Также, какие у нас есть факторы, усиливающие сигнал? Во-первых, сигнал усиливается, если сигнальная свеча это пин-бар, если она является моделью поглощения, и также, если у нас есть наличие уровня поддержки сопротивления в качестве опоры. Это у нас подтверждающие факторы, усиливающий сигнал. То есть, если сигнальная свеча опирается на уровень, и при этом она является моделью поглощения, либо пин-баром, то такая сделка намного лучше, чем какая-то нейтральная свеча, не являющаяся паттерном просекшен. И при торговле на дневных графиках частенько возникает вопрос, оставлять ли позиции на выходные. Так вот, по этой системе позиции вполне можно оставлять, не переживать. Какого-то существенного влияния на долгосрочные результаты это не окажет. Поэтому смело оставляем позиции на выходные. Майни-менеджмент. По этой стратегии вы будете входить очень-очень часто в рынок, особенно если торговать на множестве пар. Система универсальна, и торговать на множестве пар весьма эффективно. Также по этой стратегии вы будете получать большое количество убыточных сделок. Но они очень маленькие, а прибыльные сделки намного-намного больше. Обычно 3, 4, 5, 6 раз, а то и 10 раз больше, чем средняя убыточная сделка. Поэтому убыточных сделок будет много. Это нормально для этой стратегии. Но нам это стоит учитывать и не рисковать в одной сделке более чем одним, максимум двумя процентами. При том, что вы будете торговать на множестве пар, я бы даже советовал ставить риск не более 0,5% на сделку. Прежде чем мы перейдем непосредственно к разбору примеров на графике, я хочу, чтобы вы знали и понимали одну вещь. У вас по этой стратегии будет много мелких убытков. Довольно часто будет такое, что одна сделка в минус, вторая, третья, четвертая, пятая. Такое бывает. Это нормально. Вы должны понимать, что по этой стратегии убыточные сделки очень маленького размера, так как у нас стоп-лосс всего лишь размером с сигнальную свечу. А прибыли, прибыльные сделки обычно в 2, 3, 4, 5 раз больше, чем потенциальный стоп-лосс. То есть мы, в принципе, можем 5 раз подряд проиграть, а затем одной сделкой отыграть полностью все то, что потеряли до этого и еще и остаться в плюсе. А последующие прибыльные сделки только увеличат нашу итоговую прибыль и, естественно, баланс на счету. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали четко и ясно, убыточные сделки по этой стратегии будут и их будет много, но они очень маленькие. Дальше. Для чего нам нужен вот этот вот канал из двух скользящих средних? Он нужен нам для фильтрации плета. Мы не входим в покупки только потому, что появилась какая-то обычая свеча. Мы входим в покупки только когда цена до этого была под нижней границей канала и устремилась внутрь канала. То есть мы стараемся поймать начальный импульс нового тренда. А если мы его поймаем и окажемся в крупном тренде, то можно заработать очень и очень много пунктов. И сейчас мы в этом убедимся. Итак, начнем с примера, когда входить в сделку не стоило. Обратите внимание вот на вот эту свечу. Она крупная. Открылась за границей канала под нею, но закрылась не внутри канала, а даже чуть выше него и свеча обоими концами касается границ канала. По правилам стратегии мы знаем, что входить в такую сделку не стоит. И хоть тут после этого чуть пошла цена вверх, но мы эту сделку пропустили. Почему не стоит входить на таких свечах? Потому что, как правило, они крупные и обозначают либо неуверенность рынка, если тут есть наличие крупной тени, либо же если это полнотелая свеча, как у нас, вполне возможно, что импульс уже иссяк и сейчас будет коррекция и мы, соответственно, лучше пойдем чуть позже. Далее у нас появляется еще одна свеча, которая касается обеими концами границ канала вниз, поэтому на продажу мы в ней не входим. вот тут как раз такими видна неуверенность рынка. Вроде бы и большой хвост вверху, но есть и тень внизу. Далее появляется свеча, у которой открытие внутри канала, оно есть в наличии крупных хвостов. В принципе, ее даже можно назвать пин-баром, пусть и не самым красивым. А мы знаем, что пин-бары у нас являются исключением из правил, и мы можем входить в рынок, если сигнальная свеча пин-бар, пусть даже ее открытие не находится за пределами канала. А закрытие свечи у нас внутри канал, поэтому вот здесь мы вполне можем войти в покупки. Итак, мы дождались закрытия этой свечи, и как только она закрылась, мы вошли в рынок. Просто предыдущим приказом купили. Стоп-лосс у нас чуть ниже точки лоу этой самой сигнальной свечи. И обратите внимание, что стоп-лосс у нас очень и очень маленький. Всего лишь 94 пункта. Для дневных графиков это очень мало. Смотрим, что происходит далее. Цена пошла вверх, а затем появилась сигнальная свеча на подпродаже. Ее открытие выше границы канала, а закрытие внутри канала. Нету каких-то длинных хвостов, в сторону сделки есть хвостик, но он вполне такой в пределах нормы. Поэтому у нас есть условия для входа в продажу и соответственно из покупок мы выходим на закрытие вот этой свечи. И в нашей первой сделке мы заработали 125 пунктов. Хотя обратите внимание, она прошла совсем чуть-чуть, это можно сказать малоприбыльная сделка для этой стратегии, но все равно прибыль в итоге оказалось больше, чем потенциальный стоп-лосс. Итак, после закрытия вот этой вот медвежьей свечи мы входим в продажи. Стоп-лосс чуть выше точки по правилам стратегии, но очень скоро, буквально через две свечи у нас появляется пин-бар, пин-бар пычей и он является сигналом к обходу покупки. Поэтому наши продажи мы закрываем с прибылью примерно 26 пунктов и открываем покупки. Стоп-лосс опять же чуть ниже точки лоу сигнальной свечи, то есть очень маленький. Тут вот 120 пунктов напоминают о дневной графике. И что происходит далее? Далее у нас цена идет вверх, мы держим сделку, так как нет условий для выхода, появляются свечи медвежьи с закрытием внутри канала, но у них длинный хвост в направлении сделки, а по правилам системы мы помним, что в таких случаях входить не стоит. То есть сигнала для выхода, сигнала к развороту у нас нет, поэтому мы такие свечи, как вот это, вот это игнорируем. Вот это тоже у свечей длинный хвост относительно тела, мы их игнорируем. Здесь дуджи опять же, два больших хвоста обе стороны от тела свечи мы игнорируем. Далее вот эта свеча у нас не является сигнальной, так как не подпадает под правила открытия свечи у нас находится внутри канала. А вот эта свеча, небольшой пин-бар медвежий, уже является входом на продажи и мы соответственно закрываем нашу сделку на покупке. И обратите внимание, сколько мы заработали в этой сделке. В этой сделке мы заработали 518 пунктов. при том, что стоп-лост у нас был 120 пунктов, даже меньше. То есть 5 раз больше оказалась прибыль, чем потенциальный стоп-лост. Представьте, вы проигрываете допустим 4 раз подряд 4 сделки в минус, а затем всего одна сделка в плюс, всего одна удачная сделка перекрывает полностью ваши минусы и еще вы оказываетесь в плюсе в итоге. То есть у этой системы очень-очень большой потенциал. Так как прибыль намного больше потенциальных убытков. Если вы помните, у Джека Шпагера в одной из книг серии Маги Рейнка было такое высказывание, что в принципе можно выигрывать только в 20-30% сделок и при этом быть в плюсе. Если ваша прибыльная сделка в среднем намного больше убыточной. Вот так же здесь всего одна прибыльная сделка перекрывает кучу минусов и вы еще и остаетесь в плюсе. Возвращаемся к нашему пин-бару. Здесь мы открыли продажу. Стоп-лост чуть выше точки фай нашего пина. Входим рыночным ордером продажи. Цена идет вниз, а затем появляется свеча для входа покупки. Ее открытие находится чуть ниже канала, закрытие внутри канала и еще и хвостик. Вот как бы дополнительное подтверждение нашей сделки, да еще и модель поглощения по сравнению с следующим баром. У нас наш сигнальный бар является моделью поглощения. Поэтому закрываем наши продажи прибылью небольшой совсем 35-36 пунктов и открываем покупки. Стоп-лост как обычно чуть ниже точки лоу сигнальной свечи. Далее у нас появляется медвежий пин-бар, но цена никуда не ходила, не выходила за пределы канала, не было импульса вверх, так что как бы пин-бару опираться особо не нужно, поэтому мы его игнорируем. Далее появляется сильный медвежий пин-бар с большим хвостом, ну и тут уже нам ничего не остается как закрыть наши покупки. Прибылью пунктов 10 где-то 15, где-то и открыть естественно продажи после вот этого сильного пин-бара. Тут цена сходила немножко вверх, но эта свеча не является сигналом к покупкам, ее открытие находится внутри канала, поэтому мы игнорируем ее, просто ждем что будет дальше. У нас наш стоп-лос не задет, появляется свеча, но у нее довольно-таки длинные хвосты по обоим концам, да и открытие свечи находится внутри канала, а по правилам системы у нас открытие свечи должно быть за пределами канала, исключение только для пин-бара, но на пин-бар это свеча не похоже, поэтому ждем дальше. А у предыдущей свечи, которая является пин-баром, закрытие не находится внутри канала, поэтому ее мы тоже игнорируем. Ждем дальше, появляется еще одна свечка, но у нее небольшое тело и хвостики по обеим сторонам от тела свечи равные длине тела свечи, то есть относительно этой свечи тени у нее крупные, а если у нас тени по обеим сторонам свечи крупные, мы в такую сделку не входим, поэтому свечу мы игнорируем, а вот эту свечу нам уже ничего не остается, как считать входом покупки, открытие у нее ниже границы канала, закрытие внутри канала, нету каких-то крупных хвостов, а свеча не касается обеих границ канала, поэтому мы ее берем для входа в покупки, а продажи соответственно закрываем, и на продаже мы заработали здесь примерно 185 пунктов, вошли в покупки, цена пошла немного вверх, а затем развернула, но вот эта свеча у нас касается обеих границ канала, поэтому мы ее как сигнал для входа в продажи не рассматриваем, не закрываемся, далее появляется свеча с длинными хвостами по обеим сторонам, дальше цена идет еще ниже, выбивает наш плос, в этой сделке мы потеряли примерно 119 пунктов, это нормально, я вам уже говорил, потери по этой стратегии будут, будет довольно таки много убыточных сделок, но прибыльные сделки всегда в 2, 3, 4, 5 раз больше, поэтому нас это особо волновать не должно, главное соблюдать правильный манименеджмент, не рисковать, как я уже говорил, более чем одним-двумя процентами сделки, появляется свеча для входа в покупки, цена идет немного вверх, разворачивается, а вот здесь интересный момент, у нас открытие свечей находится внутри канала, но в то же время обратите внимание, у нас наблюдается паттерн рельсы, паттерн просекшн под названием рельсы, состоящий из вот этих двух свечей, вот этой вот вычки и вот этой медвежьей, подробнее про паттерн рельсы можете узнать на нашем сайте предлайкопро.ру форма поиска бейте паттерн рельсы и вам выпадет соответствующее видео. Так вот, здесь хоть и было открытие свечей внутри канала, хоть и очень близко к границе, но так как у нас имеется паттерн рельсы, мы вполне могли бы войти здесь в продаже. То есть знание паттернов price action, как я уже говорил вначале, важно, причем важно не только для рельсы стратегии, а для любой стратегии. Поэтому я вам еще раз советую скачать бесплатный курс по price action с нашего сайта и изучить эту методику. Поэтому мы здесь вошли в продажи, так как у нас есть паттерн рельсы. Оставим стоп-лосс чуть выше точки фай сигнальной свечи. Дальше цена идет вниз, появляется пин-бар, но у него закрытие медвежье. Такие пин-бары мы по правилам стратегии не ходим, у нас должно быть тело бычьи свечи. Свеча должна быть бычья. Пин-бар это или не пин-бар, но должна быть бычья. А уже потом мы рассматриваем остальные факторы. Поэтому пин-бар мы игнорируем. Она идет еще немного вниз. Появляется свеча, но у нее хвост размером с тела, маленькое тело этой свечи. И, соответственно, мы по правилу такую свечу, как сигнал к покупкам не рассматриваем. Далее появляется пин-бар, но он почти полностью с пунктика нова. Как бы ему отталкиваться не отчего. Поэтому мы его не рассматриваем. Вот эту свечу бычью мы тоже игнорируем, потому что у нее длинные тени по обе стороны от тела свечи. По правилам стратегии мы такие свечи засигнальные не считаем. Далее появляется высокая бычья свеча полнотелая. Оно у нас открытие ее находится внутри канала. Должно быть закрытие внутри канала. То есть она у нас тоже не является сигналом на вход в покупке. Далее появляется свеча на вход в продаже. Оно у нас уже открыто в продаже. Тут не забьет. Поэтому мы ничего не делаем. Ждем, что будет дальше. Дальше появляется еще один пин-бар, но у него тело медвежье. Мы опять-таки его игнорируем. Она идет чуть вверх, она стоплотно по-прежнему не задет, а затем разворачивается вниз. Мы по-прежнему остаемся в сделке. Сигналов на покупки полноценных у нас пока не было. Она продолжает движение вниз, а вот эта вот свеча у нас уже является сигналом на вход в покупки и, соответственно, сигналом для закрытия продаж. того в этой сделке мы заработали 540 пунктов, при том, что стоплот у нас был всего лишь 100 пунктов примерно. То есть, опять же, 5,5 раз у нас прибыль превысила потенциальный убыток. И если бы мы до этого проиграли, скажем, раза 3, то мы бы уже перекрыли все наши убытки и еще и остались плюсы. на вот этой вот свечи я входим в покупки. И тут сразу видно, что был выбит первой же свечой и мы бы тут потеряли примерно пунктов 119 где-то так. Но сигналом для входа в продажи эта свеча не являлась. Дальше у нас сигналом не появляется. Появляется пин-бар с большим хвостом, но он медвежий. А вот за ним появляется уже пин-бар бычий. С бычьим телом все полноценный сигнал на вход в покупки. Входим в покупки, в тополу чуть ниже точки low сигнале свечи и довольно быстро у нас появляется сигнал на вход в продажи. Мы соответственно закрываем наши покупки с прибылью примерно 136 пунктов. Ну что ж, я думаю общий принцип открытия позиций по этой стратегии вам понятен. Самое главное, что вы должны уяснить, убыточные сделки будут, будут частенько, это нормально, вполне нормально, но прибыльные сделки превышают убыточные в 2, 3, 4, 5, иногда даже 6, 7 раз. Тут не нужно ничего выдумывать, грамотное управление капиталом, вменяемые риски на сделку, не более 1-2%, большое количество пар, всего лишь 15 минут в день на проверку графиков, все очень просто. Вы можете вручную проверить графики, по этой стратегии все четко и ясно видно, как говорится, нет никакого обмана, увидите все сами, как все просто и прибыльно. Вы можете, конечно же, дополнить стратегию, добавить какие-то свои правила, допустим, перевод без убыток при достижении какого-то количества пунктов, добавить какие-то свои фильтры и индикаторы, но я бы с этим увлекаться не советовал. В общем, вы можете подстроить эту систему под себя, но даже без каких-либо изменений в том виде, в котором я вам ее представил, она является очень и очень прибыльной. На этом все. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!